Утро для легенд Металлурга Утро для легенд Металлурга Утро для легенд Металлурга Утро для легенд Металлурга Сезон моя одинаковая чемпионская сезона. Добрый день, дорогие друзья! Аплодируем всем, кто собрался в этот морозный субботний декабрьский денек. Многолюдно и около арены «Металлург». Несмотря на крепкий мороз, здесь собралось несколько десятков болельщиков и не меньше репортеров. Повод обязывал специально к юбилею. Магнитогорск увековечил в чугуне звание хоккейного Голливуда России. На площади перед ареной «Металлург» торжественно открыли аллею звезд. Сегодня мы открываем зал славы, аллею славы в честь самых лучших и самых достойных. Я рад, что «Магнитка» продолжает свои победные традиции. И так было, и так будет всегда. С праздником всех! В лаконичных чугунных звездах увековечен огромный вклад в победную историю «Металлурга» игроков. Виктора Сухова, Юрия Морева, Сергея Осипова, Михаила Бородулина, Андрея Соколова, Сергея Гомоляка, Валерия Карпова, Евгения и Александра Корешковых, Равиля Гусманова, Яна Марека, Андрея Разина, Александра Гольца, Юрия Исаева. И, конечно же, именные звезды получили легендарные тренеры – Валерий Константинович Белоусов и Валерий Викторович Постников. Среди ребят были и есть те, кто начинали с самого начала, и те, кто продолжали, и те, кто довел эту команду до самых высоких вершин. Поэтому огромное спасибо всем им, что они нас терпели и понимали. После этого события большого юбилейного дня, плавно подходя к своей кульминации, переместились в фойе. На протяжении часа участники матча «Легенд» раздавали автографы, а поток желающих не иссякал ни на минуту. Несколько сотен человек пришли, чтобы вживую увидеться со своими кумирами. А такое народное признание даже ценнее любой звезды на аллее. По-настоящему праздничной и пронизанной ностальгии получилась и пресс-конференция, в рамках которой с журналистами пообщались руководители «Металлурга», капитаны и тренеры команд-участниц матча. Протокольная часть со словами благодарности и официальными заявлениями сменилась душевной беседой. Про Сашу Семенова хотите интересные случаи расскажу? Александр Семенов, наш вратарь. Первая поездка «Металлурга» за океан в Америку. И 92-й год. Мы приехали в Америку, дали нам суточных по 15 долларов. И мы с этими 15 долларами приехали в Америку. Естественно, каждый понимает, что впервые в Америке надо везти сувениры. Каждый набрал с собой матрешек, сувениров, значков. А Саша Семенов привел самовар. Здоровый, огромный самовар. А нас принимала семья американская. Борис Чеет, если помните, такой был. И Ирина Чеет. А Ирина говорит, «А Валерьевич, давай-давай, я ребят освобожу от всего этого. Давай я договорюсь». И за воротами, за стеклом поставили столы тогда. И все ребята отдали свои сувениры. И Ира встала и начала продавать их там. Семенов как раз стоял там, где стоял стол. И каждые пять минут он оборачивался. Купили его самовар или нет? И в очередной раз, когда он повернулся, ему в центре поля студенты гол забили. Валерий Викторович, по-моему, его поменял в воротах. Там счет был уже у них до 10, а там уже цифр у них не хватило. Мы выигрывали там. Можно так про каждого вспомнить. Продали самовар. И Саша больше после этого не пропустил. «Металлург» свой юбилей встретил по-домашнему тепло и уютно. Вот так, с улыбками и добрыми воспоминаниями. Хоккей здесь, в «Магнитке», это не просто голы, кубки и медали. Это прежде всего люди с их судьбами и переживаниями. До слез трогательной получилась церемония открытия матча «Легенд» кульминации юбилейных торжеств. Пять тысяч зрителей отбивали ладони, приветствуя каждого из своих кумиров, каждого хоккейного мастера. И также в едином порыве зал поднялся, когда на видеокубе появились фотографии тех, кого уже нет с нами. Ну а ностальгию самой игры, в которой сошлись две команды с символичными названиями «Лед» и «Пламя», не передать словами. Связка раз и гол. Борис Тартунов и Игорь Карпенко на последнем рубеже. И живой комментарий с трибун. Это нужно чувствовать. И, конечно, куда без чешского шоу. Томаш Ролинек и Ярослав Кудрин буквально взорвали арену, сначала став Дедом Морозом и Снегурочкой, а после исполнив булит в средневековом стиле. Гвоздем программы стал Ролинек в третьем периоде, примеривший на себя вратарскую экипировку. Как и полагается, в таких матчах победила дружба. 8-8. 16 голов за три периода на радость любому хоккейному эстету. За чертой финальной сирены остались шесть десятилетий ярких побед, каждая из которой навсегда останется в сердцах магнитогорских болельщиков. А впереди новые переживания, надежды и никогда не угасающая вера в великую команду. И у меня появилась идея, вот буквально секунду как. Дорогие болельщики, давайте мы с вами проведем акцию. Давайте мы мысленно вот тот кубок, который стоит там, загадаем в апреле поставить. Вот сюда. Загадали! Спасибо! История «Металлурга» продолжается. Она пишется на наших глазах. Под Новый год магнитогорцев ждет непростая домашняя серия матчей. В гости пожалуют подмосковный «Витязь», «Питерский СКА» и столичные «Спартак» и «Динамо». Матчи с этими клубами «Магнитка» опять же в рамках празднования юбилея проведет в ретро-форме с одним из самых первых логотипов на груди. Победный дух магнитогорского хоккея связывает поколения, а коллекция кубков, какой нет ни у одного другого клуба, обязательно будет только пополняться. Редактор субтитров А.Семкин